Музыка Витаем, шановные господарства, в программе «Край». Ось такое несутим звычайное действие могли судирать в разные годы жихары Люсина и Вороцевичев, Каменца и Беростя, Барановичев и Пинска, Кобриня и Ружаны. А теперь еще и местечко Бездеж – Драгичинска района. Разберстские пленеры стали на Беростейшине в последние 10 годы доброй традицией. А ихним пленам целая плеяда историчных, мифологичных, литературных вобразов. Селетний пленер на подворку Бездежска садзиб до музейного комплекса мая выразный этнографичный накерунок. И пока разберы працуют, давайте поназираем, как спад их них расцов нараджаются в образы местечков, боявы традиционных свят и обрадов, которые спрад веку шановали сегодня в стачку и его поколицы. Додай один из самых ведомых Бездежских обрадов, який летость отрымав статус нематериальной историко-культурной каштовности – великодный обрад Стрелка. Ладится и он тут, на центральной площади местечком, отразу после ранней службы у церкви. Беликодный обрад Стрелка Беликодный обрад Стрелка Беликодный обрад Стрелка Женщинки, как вы думаете, сколько лет в вашей Стрелке, когда она родилась в Бездеже? Мне уже 73 лет. То сколько я помню, то Стрелка была, и она была еще давней. Может, она ровесница нашего Бездежа? И всегда Стрелка была. После Пасхи, 7 недель посту, все постились. На Пасху служба навсяничная, а после навсяничной уже на 4 часа нас звали Нешпор. И переслужится Нешпор, туда выходят все на место, звали такое площадка, то у нас коля церкви. Там уже стоять и музыка, и барабаны, и все, но никто не играет, пока Стрелку не переспевают. Залети, лети Стрелка по горам, по долинам, Нанеси, неси Стрелка по роботською красой, по роботськая краса. Залети, лети Стрелка по горам. Как ты умудрился в одном таком дубовом камле сместить этот карагат, показать этот карагат великодный? Первая идея была, как бы я предлагал Богу Лепленерцеву присвятить этой стрелке, потому что очень много персонажей и очень важен сам карагат. Важнейшими, конечно, это не скажешь три пары, а три тройки этих зелчаток, которые основа этой стрелки и песня, которая льется. Но я хотел сделать хоть из четырех фигур эту композицию, но вышло так, чтобы мне нужно уместить одну фигуру. И вынужден такой метод, как бы сделать, за основу взять эту стрелу, которая летит, этих зелчаток льется песня этими пасмами. Ты летишь стрелка по горам, по долинам. Правда, это было тяжко, потому что сидел дома, вечерами читал. И мне запала в сердце как раз эти зелчатки и сама песня, и початок груху этого карагата. А карагат – это не простая линия, она некая такая плыве, плыве, извивается. Поэтому я взял такую диагональную композицию. Я думаю, что тут отбудется, отримается. Не первый день в этом, так сказать, працую. Я думаю, все добро будет. ПЕСНЯ 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 Над обрадовой тематикой, характерной, бадаю, уже не только и не столько для бездежа, а для полезца на угол, працавали на пленэре некольки майстров. Разбяр и мостак с подберостей Александр Лазерко вшаровал над увасаблением уникального обрада, який в живом бытовании заховался только у нас – ваджение кусты. «Все это связано с Троицко-Купальской порой, с цветением, с цветением, с цветением хорошо объединить свои кусты». «Это сама зелень, которая дает акцент, что все растет, что все полыхает, пишет зелень. И в душах всю жизнь живет, это же самое, расцветает». «Все великоста, из широкого клюк, воно выйдет, пане, из нового покоу». Один из наибольшь расповсюдженных сегодняшним часом, али практически невядомый сирот Люду Паспалитова своей аутентичной сутностью обрат, коледы. Для городенского разбирана колы с кляра, и он – тени самая светлая и таймничая сгадка для тинства. «На Довгой Неву, на Паранину, святый вечер, там Божьей Мать и обед носила, святый вечер, обед носила, Бога просила, святый вечер, веселенькою, с веселенькою, святый вечер». «Как бы мне это не совсем было тяжко, попытаться в кусок дуба запихнуть энное количество персонажей. Но мне хотелось так показать, чуть взрослее человека, молодого человека, мальчик и две дамы, как мне кажется. Да, с той стороны там есть. Ну, это как бы вот такая небольшая спулка. Они тут с мешочками уже кое-чего собрали там на всякий выпадок. Вот, собственно, все. Ну, а вот эти всякие линии – это как бы по моему замыслу олицетворяют все такие коляды. Это зима, это пурга, это ветер, ну, вот что-то такое аллегорические такие вот, цацкие». «Добрый вечер, щодрый вечер, осень людям святый вечер». «Что за реками, тоют реками, что за морозьми, по дорогу далі, ты ешь в коте, манечку взятит. Добрый вечер, щодрый вечер, алицетворяют все такие вот, в принципе гончарства ваш герой не были характерны для бездержа, хотя гончарные промыслы, да, я тут заховались на дорастейщине, это, скажем, Городнянский ведомый гончарный промысл были, али уже сгасли, скажем, Ружанский, там Ружанский. Да, Ружанский. Вы выбирали гэты в образ миновита, чем-то близкий вам, ци так вот супала просто? «Строю, что был час, я не как мне захотелось, это справа сподобалось. Я вот добрый веду в ваших местах, токареус, черная керамика, то есть мне это захотелось. Гапошник? Да, гапошник, так. У меня у Бересте есть мои, так сказать, накушники, где я научился, так сами керамика занимаются. Может Василь Логин? О, Василь, так, чудово, да, Василь Логин. Вот, я на меньшин, и даже ездил к одному масту, там, с Подлагойска, вот, естко-молодцы, поглядеть, как он робит этот черный керамика». То у вас такая широкая зацекавленность, не только разба или гончарство? Нет, не только. Я працю в школе. Вы педагог, так? Да, я выкладываю выявленочное мастерство в школе уже 33 годы. Працал в школе. Ось. Ну, а летом мы смогли чем-то спрацовать вот над скульпторами, монументальными. Ну, мы с меня запрашивали, уже не один раз. Ну, а так я зимой займаюсь дробной пластикой. Днем многовучных, они не только, они уже и профессийные скульпторы, и живописцы, и мастаки. И тут складанности, что? Желудетый каль, это вслух, а фигура сидячая, где уже были складанности, как закомпоновать, чтобы было выглядеть, что им сядить. Еще в первой половине минула Астагодзя, полезские везки и местечки жили переважно с працею властных рук. Кожная семья, а мальцалкам, обслуговывала свои господарчие и побытовые потребы. Али были сиротшматлики храмествал такие, что пленом своим досягали мастацкого узрога. Ненавито такими майстрыхами были многие бездирские ткали. Что на гетера счется, Ниналкинишна? Я зарачу ручники через цепок. Это у меня такой узор, заложенный у нит. А так всяк и в переборы пшу, и в выклады, и всяк. Кали б недея, скажем, за межами бездежаці, за межами Беларуси, вы б побачили бездежский ручник. Вы познали б его, что это не на видоваш. Познала б, потому что наша работа бездиська, она всегда отличалась от других. Как бы, ну, не гетака работа. Вельми тонка работа наша. Нас люди вельми тонко, ну, хрошина то робили. Александр, героиня вашей скульптуры, и самая шановная женщина тут, и в самим местечку, но особенно в Беларуси музею, где связан с знакомитым, снова Беларуси партургом. Вот, как являлась вам эта цель Беларуси? Ну, я. Кожная девчина, когда хотела выйти замуж, то повинна была наткать себе приданок. Как нарожался сам Беларуси? Я видел эту ткань? Ну, я вот. Ну, прошлись тут такие, цикавые такие, выработки такие. Да у вас основная, кстати, в ее руках, скруток полотна и човник, так? Ну, так. Човник это амальство основное. Сюда сидишь. Ну, там такие аппаратики стоят. Ну, а сбирая вас, у всех на пленэр, и что? Морчимость, ну, подтримать некий свой семейный бюджет, это само собой изразумело, а ли еще, видать, есть потреба неких контактов? Конечно, по-перше, это побачить и собрать. Потом изробить что-то, оставить людям, вот, крышечку, так сказать, нечто цикавое, и привозить этот край к уголу, и это так само. Бездежская Свято-Троицкая церква, помник дробляного дойлитства. Все лета ее исполняется 230 годов. Тому натурально, что один из пленэрных творов был присвечен и на витагеты в шановной датстве. В музее запитал, дали мне орнамент, в Бездежской, в той местовости, на крыжи повязывают и ручнички. И с того ручничка я там делаю орнамент, еще внизу, как бы то ручничок уже так само с того дерева сделан. Крыж у нас был самый длинный, долгий дуб, который нашли, он был 6 метров, и будет там еще он поднятый над землей там трошку. Там будет Голгоф еще с камнями сделан. Такая будет. Цикарейше, так и больше. Салит. Салит. Он выше и будет еще на полметра. Мария Михайловна, як усприняли Бездежцы, гости вашего музейного комплекса заявление тут, на вашем подворку новых же хоров? Вы видите, коли проходил еще этот пленэр, так мясцовые же хоры приезжали под вечер глядеть, как из этих великих дубов отримливаются некие уже скульптуры, некие люди. И вот, когда уже сделали, начали ставить, где говорят, отдых, где-то на того похожее, не как подобается, потому что у каждой везти были же мастеры. И вот они побачили своих везковцев, которые шмак-шмак годов назад, но жили тут, и вот, работали все прилады, вот эту работу. А вы сами уже звиклися с этими своими же хорами? Вы видите, первое время было не очень доброе, открываешь вороты, и тут на тебя глядят уже такие великые махины, но с тягом, все уже ближе и ближе до сердца, и столько шмак у нас зараз появилось туристов, приезжают, глядят, фотографируются на фоне этих культур. А жихари до этого еще приходят и смотрят, кто это, как. У нас фольклорный коллектив, название его Куполинка, где они, говорят, может быть, эта девчина, есть некое особенное. Кажут, от мясовых жихаров поступил еще на одну скульптуру. Вы видите, когда начали, было закрыто пленеры, где мясовые мужчины сразу говорят, это детская корица, а вот вам еще с другой стороны музея, треба, чтобы женщина сидела за потысю и прала ляную ниточку. Мы знаем, что только так тоненько прали в бездеже. И будет обезопасно, потому что молодой хлопец из Рагичинского района, Юрий Новик, который сделал скульптуру деда с кошек, он приходит на работу сюда до нас, в культуру. И он будет делать эту женщину, которая сидит за потысю. Вы видите, что остался еще, может, не случайно, остався еще один дуб, просится, как была женщина с потысю. А уже имя, которое мы дадим, дед Мартинка, что это с кокорицей, тут везде живет вельмешмат имен гандзи. Так мабыц, это будет одна гандзи, которая продетела ляную ниточку. «Старя» чумень, води повинь, дай накрився листом, дай накрився листом, дай накрився листом, не вбирайся, девчинонько, червоним намистом, червоним намистом, червоним намистом. Лівий чумень, води повинь, а все вода хлек-лек даси, вода хлек-лек даси, вода хлек-лек-лек хлек. Иди кузов до девчини, даси глушкой топ-топ, даси глушкой топ-топ, даси ножкой Маштай так, так, так.